друзья всем привет у нас полном разгаре уборка помещение идет вот я сейчас расскажу вам о нашем эксперименте о завершении вы уж не обессудьте я буду потихонечку заниматься работой значит но для начала хочу сказать почему я использовал отделку стен внутренних вот из такого материала я думаю так понятно даже всем потому что это все очень просто но относительно просто очистить птица бролерная как выяснилось производит просто гигантское количество пуха пыли и все это оседает даже на такую гладкую поверхность в виде металлического профнастила я даже боюсь предположить насколько усложнится эта уборка будь мои стены просто штукатурены там из камня или из дерева это ужас какой-то будет все это дело могу вот так тряпкой влажной и каким-то моющим средством ну относительно легко убрать относительно конечно так ну ладно давайте к сути нашего вопроса вернемся как вы все уже знаете мы проводили эксперимент он заключался в том чтобы выяснить какой степени частота уборки помета влияет на заболевание птицы асцитом или водянкой в простонародье значит что мы можем сказать эксперимент мы завершили наш и выводы такие могу так сказать в начале я особой разницы для себя не заметил по поводу того что там у меня водянка прекратилась или она в меньшей степени стала развиваться мне казалось что так же но цифры говорят обратное вот и еще такой момент что я заметил что естественно тут дураку понятно что убирать понед чаще лучше для птицы чем реже вот и по состоянию поведения птицы мне как дураку понятно стало что она себя чувствует гораздо лучше если я хотя бы раз сутки убираю пометку мне это конечно меньше нравится мне что чаще убирайте больше работы но птицы у нас здесь главное поэтому для себя решение мы принимаем следующее помет однозначно влияет влияет на состояние птицы по поводу водянки исходя из процентного соотношения видимо тоже вот ну не только аммиак мы рассматриваем куриный помет это еще и углекислый газ то есть тоже как он лет на пиху непонятно наверное не хорошо и поэтому чем чаще вы убираете помет тем лучше себя чувствует птица но это мое мнение вот можно я добавлю 3 копилочки дело в том что при вскрытии тушек с водянкой обязательно обязательно получалась фигня какая-то с легкими какие затемнения или какие-то эти но есть какая-то неоднородность в легких то что для меня как бы свидетельствует что причиной возникновения водянки но точно не без участия легких а легкие это в первую очередь воздух который которым они дышат правильно да шпаргалка так лена написала мне значит шпаргалку так смотрите подведем итог общем чтобы нагляднее было и всем значит у нас будем рассматривать три партии было в эксперименте участвовал две но третье добавилось вот так вот спонтанно получается это росы 308 болгария значит сначала кобов помет которых я убирал один раз в три четыре дня было сто сто шесть штук из них погибло 25 от водянки 16 с помощью небольших расчетов мы получаем 15 процентов пойдешь от водянки в первой партии значит условия содержания у всех одинаковые даже скажем так что вторая партия которая у нас участвовал эксперименте помет где чистился ежедневно она была в полтора раза больше предыдущей то есть более скучное у них нахождение было более тяжелые условия вентиляция все одинаково значит все условия абсолютно одинаковы и третья партия которая у нас при прибавилась к этому эксперименту присоединилась присоокупилась она тоже находилась в тех же условиях далее вторая партия значит помет который который этой партии я убирал ежедневно даже в конце когда уже был предзабойный у них возраст я убирал два раза в день утром и вечером количество этой партии было сто пятьдесят две штуки из них погибло семнадцать четырнадцать от водянки мы считаем процент падежа только от водянки во второй партии процент падежа от водянки составил девять процентов то есть уже меньше и значит последняя партия которая у нас неожиданно присоединилась эксперименту это рост 308 болгария оговорюсь вот такой момент оговорюсь что вот эти вот вторые росы 308 чехия 152 штуки я помет стал ежедневно чистить не сразу а получается где-то с 14 дневного возраста возможно если бы я чистил и помет ежедневно уже в брудере у них то тогда этот процент падежа от водянки был бы еще меньше почему я так говорю а говорю это по картине которая сложилась на болгарах на ростах 308 это 3 пар 3 партия который у которой я помет начал чистить ежедневно уже в брудере вот и мы что имеем на этой партии дополнить что эту партию первую в нашей вот практике я начал им подкислять воду так и мы в этой партии имеем на данный момент что возраст этих птенцов так скажем бролеров сейчас сегодня 40 дней и из 110 штук от водянки но всего погибло здесь так 3 плюс 5 8 штук от водянки 3 штуки то есть получаем 2 и 7 десятых процента но оговорюсь значит эта партия была нами продана как продана из 110 штук в возрасте 25 дней мы продали 40 особей и наблюдать мы можем сейчас на данный момент за шестью подкидышами и за 56 штуками которые сидят в одной клетке так вот удивительная история как говорится пойдешь от водянки произошел у нас впервые в практике в нашей где не где-то точно на 20 на 20 21 день все эти особи отошли вот в этот промежуток времени все три все три говоришь все эти нет все я проводят всего лишь три от водянки где-то вот в этот промежуток времени 20 21 день стандартная для нас схема падешь от водянки с 30 по 40 нас миновало в этой партии вообще сложно сказать по какой причине сплю может быть 50 50 50 ну внешне я не вижу ни у кого признаков водянки не посинение курса ссылок не до каких-то там аномалий в поведении не вижу по крайней мере пока вот и значит что произошло что мы делали в этой партии также мы убирали ежедневно по помет начиная с брудера начиная с птенцов я подкислял воду даже я скажу так что сейчас жара стоит 30 градусов то есть условия содержание их сложнее чем первой партии которая нас поднималась весной и там температура была нормально так что делайте выводы наши выводы какие как бы нам не хотелось но убираем мы помет каждый день закисляем воду ну и пока все на по поводу комбикорма с низким содержанием белка особо я разница не заметил вот это вот который сейчас птица содержится у нас она уже есть нормальный комбикорм так что смотрите при соблюдении одинаковых условий их проживания при отсутствии по мнению многих вентиляции у нас при присутствии отличной вентиляции по моему мнению вот такие результаты мы имеем мы с 15 процентов снизили падеж от водянки до 9 и в этой партии до 2 и 7 процентов а говорю что эксперимент нельзя считать стопроцентно правильным так как все таки мы использовали не одного и того же кросса изначально это был коп 500 чехия потом это был рост 308 чехия а последняя партия была рост 308 болгария далее мы будем наблюдать за всеми нашими партиями за все наши птицы и если какие-то аспекты появятся в нашем понимании этой проблемы мы конечно ее их эти аспекты озвучим помимо уборки ежедневного помета в этой партии я начал подкислять воду до этого мы не производили никаких подкислений подкислять начал почему в одной статье не помню на каком там ресурсе я вычитал даже не из толь плане не с того там что это борьба с асцитом и так далее а подкисление помогает бороться с микроорганизмами которые образуются у нас системе поения они не сильно полезны и подкисление воды как бы дезинфицирует решает в эту проблему поэтому я начал подкислять по состоянию птицы могу сказать что я не видел не вижу ни одной хотя бы даже признаками там синевой кожных покровов с надутым животом их нет так что еще раз какой вывод делаем что чем чаще убираете помет тем лучше естественно естественно для птицы не для вас воду подкислять я наверно буду лимонной кислотой самый дешевый из расчета в этой статье было написано там идет 10 грамм на 10 литров но я делаю два раза меньше 5 грамм на 10 литров я хочу сказать еще один момент при забое птицы вот эта партия была какая у нас сейчас это было рост чехия последняя рост чехия так вот там ни у одной птицы не было никаких внутренних патологий или проблем и фраза чистота залога здоровья приобретает для нас новый смысл вот не просто так я тут все вытираю мою но на самом деле стены же ты моешь не каждый раз сколько партий знаю я стены пылесосила когда на это я покажу эти брызги чтоб понятно было о чем не что мы стираем вот а ты не здесь покажи покажи закрепки пожалуйста это при условии что висит еще эта ткань а может быть ткань до самого пола надо меньше ну теперь буду вешать но это самое все равно даже где ткань наверху то же самое но все равно внизу не заметно это я не представляю как ставить клетки вплотную к стенам без защиты вот такое ограждение это вот это все будет на стенах а если стены еще не металлические то есть помыть их не представляется особо возможно вот здесь клетка стоял видите полностью здесь не мыл и получше здесь вот такой вот за это да а стены вот значительно чище и легче их отмойте было телефон не очень хочет фокусироваться на этой гладкой ровной я попробовала ну вот так получается видите может быть конечно вы скажете что это не идеально чист но идеально это когда уже здесь 1 год да я думаю что и нет в этом особого смысла это же тебе не посуду то с ней не есть . так вот что хотим сказать что я говорю частота залог здоровья и я уверен что поддержание чистоты как в клетках так и в курятнике позволит вам избежать применения лекарственных препаратов не нужно ну нам не нужно частый вопрос значит смотрите почему клетки клетки потому что птица не контача своим пометом у нас нет необходимости лечить ее от кокцидиоза гораздо меньше есть вероятность но меньше вероятность заболеть ей от кокцидий подцепить чем когда птица напольно содержится а уж тем более на земле еще да так ну вот смотрите именно по этой причине в большом курятнике для брулеров у нас на полу лежит линолеум потому что его можно хоть как-то а в данном случае очень даже хорошо отмыть не знаю какое еще покрытие пола будет обладать такими же свойствами нет ничего знаю наверное это полимерные полы наливные но они стоят космических денег линолеум тоже стоит дорого но хотя бы возможно возможно применить его здесь по деньгам вот я в один момент даже усомнился в принципе что мне удастся его оттереть потому что там где стоит приспособление стояла клетка и там настолько был он грязный въевшиеся коркой из помета и пуха там не так он сильно загрязнен как был загрязнен в этом месте но ничего с помощью четырехкратной смены воды и вот этой швабры все удалось отмыть и вернуть линолеуму его первозданный вид так что можно применять этот материал на полу в курятнике отлично не пропускает воду главное его загерметизировать правильно вот местах примыкания и стыках и вполне вполне рабочая схема металл на стене линолеум на полу пока я доволен заметил еще одно замечательное свойство поликарбоната я теперь сначала перед тем как мыть клетки очищая их просто механически вот эти вот сухие остатки помета смотрите как они очищают они как хлопья отваливаются от поликарбоната их можно сдуть или смахнуть веником и он становится чистым здорово я раньше его сразу мочил а смысла нету сразу мочить это экономии воды будет и вот он основная грязь него так сваливается грубо говоря так что я сейчас по-другому уже клетки мой я их просто на сухую очищаю металлической щеткой вот это вот снимаю засохшие и потом водой уже в меньшем объеме все это вымываю и огнем все вот такой вот поликарбонат вещь вот такие результаты эксперимента нашего мы получили сделали определенные выводы для себя будем их применять сам хозяйстве пусть ваша птичка будет здорово всем удачи всем пока